Всем привет! С вами канал Harmormaster. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель русского бронеавтомобиля Остин Путиловец от Nordstar Models в масштабе 1.72. Несколько слов об истории данных машин? С началом Первой мировой войны необходимость в бронеавтомобилях ощутили все стороны, в том числе и русская императорская армия. Мочностей собственной промышленности явно не хватало, поэтому была отправлена комиссия по закупкам в Англию, в том числе для приобретения бронеавтомобилей. Тем не менее, в рамках русских технических требований, включавших себя в том числе вооружение в двух башнях, у англичан ничего не нашлось. Но, тем не менее, в том же 1914 году фирма Остин разработала новые бронеавтомобили, которые подходили под технические требования. Сначала эти автомобили базировались на легковых автомобилях, потом на основе полутора тонн грузовиков. Английской фирме выдали заказ на производство и бронемашины запустили в серию. Получив из Англии бронеавтомобили Остин, выяснили, что бронирования в 5 миллиметров уже явно недостаточно, поэтому на Путиловском, будущем Кировском заводе, в 1916 году разработали новый корпус из 8-миллиметровой брони. Так появился Остин Путиловец или русский Остин. Причем, из самых заметных отличий от английских бронеавтомобилей, это размещение башен по диагонали, что позволяло вести одновременный огонь по двум флангам. У английских бронеавтомобилей, соответственно, башни располагались в одну линию. В серию русский Остин пошел только в 1918 году. Всего было построено, вернее, модернизировано только 33 машины из 168 Остинов всех серий. Применялись они в основном в Гражданской войне, в начале 30-х уже были сняты с вооружения, как окончательно устаревшие. Единственный сохранившийся экземпляр, враг Капитала, часто считается броневиком, с которого произнес свою речь Ленин. Совершенно очевидно, что это невозможно, так как враг Капитала был выпущен в 1919 году и в 1917 году, собственно, их и производство еще не было серийно налажено. Поэтому, скорее всего, трибуной для вождя мирового пролетариата стал обычный Остин английской сборки. Инструкция. Инструкция совсем маленького формата, в общем, достаточно экономная, но при этом цветная, что весьма неплохо. Показана раскладка деталей по рамкам, декаль, пара деталей смолы и рамочка фототравления. Ну, видно, что деталей не очень много, хотя для 72 масштаба более чем достаточно. Исторические справки я, к сожалению, не нашел. Фотографии прототипов присутствуют на бортах коробки, но, в принципе, можно найти и в интернете. Теперь по самой сборке. Значит, сборка у нас начинается со сборки башен. Башни у нас, как видно, состоят из трех деталей, но, как минимум, хотя бы хорошо то, что расчленены они там же, где идут швы на прототипах. То есть, если аккуратно склеивать, то, по идее, все должно быть более-менее. Шпаклевать ничего не надо. Также применяются диагональные стыки, но, опять же, для того, чтобы у нас щели прошли там же, где они были на прототипах. Потому что, действительно, здесь у нас идут заклепочки, соответственно, шпаклевать, восстанавливать клепку будет не очень приятно, если это потребуется. Пулемет дан одной деталью. Сомневаюсь, что в нем есть какое-либо отверстие, но, в принципе, доработать можно всегда. Плюс, я думаю, видно, что деталировка достаточно подробная. Тут применяются травленные детали для щитка пулемета. Подробно показано, как эти самые детали друг к другу крепить. То есть, в принципе, мне кажется, с учетом масштаба все достаточно прилично. Продолжаем деталировку башен. Вот боковые вот эти детали, которые бронируют пулемет. Единственное, что, конечно, мне кажется, они немножечко толстоваты, но, в принципе, можно аккуратненько будет их и сошлифовать. С другой стороны, вполне можно, наверное, было бы дать их отравление. Далее мы переходим к ходовой части. Карданный вал, мост, установка спонсонов под башни и корпус. Значит, что можно сказать по корпусу? Ну, из хорошего это то, что он расчленен так же, как был расчленен прототип. То есть, опять же, нам швы шпаклевать не нужно. Швы, которые у нас здесь останутся, они будут там же, где они были и на прототипе. А если мы еще и аккуратно соберем, то они и по толщине будут сопоставимы. То есть, тут все хорошо. Из плохого это, конечно, то, что корпус у нас состоит из, наверное, почти десятка деталей. И, конечно, возможно, такую деталь, может быть, лучше было бы даже сделать из смолы. Благо, что смола позволяет отливать в один элемент действительно очень сложной формы детали. То есть, здесь нам, соответственно, потребуется максимальная аккуратность при сборке, для того, чтобы у нас щели остались приличного размера. Плюс у нас здесь диагональные стыки. Опять же, это сделано для того, чтобы у нас минимизировать щели. Но, с другой стороны, это от нас потребует предельной аккуратности при отрезании деталей от литников и предельной их аккуратности в зашлифовке. То есть, здесь, конечно, это будет не очень просто. Но если приложить руки, если быть предельно аккуратным, то я думаю, что все вполне реально. Далее мы переходим к передней части корпуса внизу. И здесь нам предлагают отрезать вот так вот деталь. Ну, это совсем как-то, конечно, мне кажется, странно, потому что, наверное, это из технологических соображений, потому что резать вот так вот какие-то элементы, причем на достаточно большой площади, мне кажется, неоптимально. А я так понимаю, если мы неаккуратно ее обрежем или неправильно, то у нас, соответственно, верхняя часть, нижняя плохо сойдутся. Ну, это только сборка покажет, но вот сходу предварительно мне это, конечно, категорически не нравится. С другой стороны, из приятного, тут показана даже деталировка снизу, показаны рессоры. То есть, все выглядит достаточно прилично, опять же, повторюсь, для 72-го масштаба. Далее мы ставим спонсоны на корпус, ставим переднюю часть, вверх соединяем с низом. Ну, я думаю, тут все достаточно хорошо видно. Инструкция не очень ровная, поскольку литники замотаны в эту самую инструкцию. Она, естественно, немножечко форму запомнила, но, опять же, пользоваться вполне можно. Далее мы ставим ходовую часть, ставим элементы подвески, глушитель. Я так понимаю, это маховик и сцепление, рулевой механизм. Ну, все выглядит, повторюсь, очень для 72-го масштаба прилично. То есть, мы, я думаю, что при небольших доработках даже можем на бок или перевернутый броневик показывать. Деталировки здесь, на мой взгляд, вполне себе хватает. Ну, и, опять же, приятно то, что подробно показано, как это выглядит уже в собранном варианте, чтобы мы понимали, что к чему крепить. Я надеюсь, что мы не запутаемся. Далее, опять, нижняя часть корпуса. Бронировки, крюки, колеса. Значит, по колесам здесь это явно не указано, но, если я правильно понял, если в саму ось мы клей не будем заливать, а аккуратно подклеим вот эти детали, крышек ступит, то, по идее, колеса могут остаться вращающимися. Ну, это, в принципе, неплохо. Правда, сама передняя ось, как видно, не поворотная. То есть, колеса у нас будут в нейтральном положении, ну, если только мы не будем достаточно серьезно дорабатывать. Далее мы ставим башни на место, ставим вот эти вот боковые дополнительные бронировочки, ручки на крышке капота, и, собственно, на этом у нас уже сборка практически закончена. Ставим только боковые еще бронировочки сзади, ручки на другом борту, ну, и пара мелких, я так понимаю, отравленных элементов. В принципе, ничего особо сложного, при этом видно, что достаточно подробная у нас получается деталировка, достаточно прилично все выглядит. По схемам окраски, ну, конечно, на них немножечко сэкономили. Здесь вообще так интересно нам показано, то есть, у нас три точки нанесения декалей. Это носовая часть, верхняя лобовая, и левый борт, левый спонсон. И, соответственно, мы выбираем, какой вариант декалей, и ножный номер декали соотносим с вот этой позицией, и на нее наносим. На мой взгляд, конечно, не самый оптимальный вариант. Я понимаю, что на этом немножко сэкономили, но все-таки хотелось бы видеть человеческие схемы окраски и маркировки со всех сторон, чтобы мы не решали вот эти вот, собственно, загадочные ребусы. Ну, по поводу корректности данных маркировок ничего сходу говорить не буду. Тут лучше смотреть литературу, тем более, что тема не совсем моя. Ну, так, во всяком случае, у нас получается семь вариантов маркировки. Причем, я так понимаю, что есть один польский и один, возможно, латышский. Не уверен, сразу скажу, надо прототипы смотреть. Вот, то есть, даже разные национальные принадлежности. То есть, в целом, все вполне приемлемо. Было бы еще подробно нормально показано, как все ставить, было бы совсем хорошо. Пластик. Пластик достаточно стандартный, Нарстаровский. Очень похож на тот, который я видел в модели Як-1 от той же фирмы. Такое оставляет промежуточное впечатление. Это такое, как бы, между литьем высокого давления и литьем низкого давления. Ну, подробно сейчас мы уже посмотрим в деталях. Но, в целом, на мой взгляд, выглядит достаточно прилично. То есть, на таком уровне отливки частенько и у Грандов. Они получаются в 72-м масштабе, что и говорить о таких небольших фирмах. Ну, по таким придиркам. Есть облой. На вот этих вот ручках у нас, на тягах есть облой. Вот здесь у нас есть облой. По краям башни он чуть-чуть вылез. То есть, небольшая шлифовка нам потребуется. Но здесь это, опять же, скорее издержки технологии. Возможно, потребуется, да, вот совершенно точно потребуется обработка крюков и так далее. То есть, шов такой слегка переходящий в облой здесь присутствует. Также из того, что, конечно, не вызвало большой восторг, это то, что почему-то нету никакого рельефа на боковой части рессоры. Ну, конечно, хотелось бы видеть все-таки, чтобы хотя бы какая-то насечка листов у нас была. Достаточно массивные питатели. Причём, выведены они... Не могу сказать, что плохо. То есть, например, на деталях башни они выведены вот здесь вот на перпендикулярный стык, а не на диагональный. Но вот, например, на самой крыше башни, да, здесь, очевидно, пришлось выводить уже на самую тонкую часть, на диагональ. Но, в принципе, поскольку по толщине питатель сопоставим с деталью в этом месте, то большой проблемы я тоже не вижу. Опять же, на пулемёты максимум питатель выведен у нас снизу, соответственно. Мы будем, когда зашлифовывать его след, его будет не так заметно, как если бы он был бы выполнен сверху. Ну, естественно, отверстий в стволе нет, но я думаю, что это, в принципе, мы уже самостоятельно сможем поправить. Но, повторюсь, что, несмотря на то, что технология, мягко говоря, конечно, не идеальная, не передовая, но, с другой стороны, вроде бы, производитель постарался сделать так, чтобы нам это сильно в жизни не мешало. По поводу колёс, да, у нас в двух колёсах присутствуют отверстия, в двух их нет. То есть, как минимум, те колёса, в которых нет отверстий, поворачивающимися, мы не сможем сделать. Ну, либо надо будет подсверливать. Это мы уже увидим в процессе сборки. К счастью, внутри спиц нигде облоя не вылезло, хотя там его убирать было бы, конечно, крайне неприятно. Причём, если мы посмотрим на спицы, они нам покажутся очень толстыми, но, на самом деле, они на прототипе тоже весьма толстые. Бортовые бронировки кожухов пулемётов у нас сделаны, как я говорил, из пластика. На самом кончике выполнена фаска, для того, чтобы не сильно бросалась в глаза его избыточная толщина, но всё равно, на мой взгляд, он немножко толстоват. Касательно того, почему он не в травлении, я думаю, что это связано с тем, что здесь выполнен рельеф. То есть, в травлении эти заклёпки бы не были бы показаны. Ну, наверное, действительно, нам проще будет сошлифовать внутреннюю часть и оставить рельеф, чем иметь тоненькое ажурное травление, но абсолютно лысое. Поэтому тут, в принципе, тоже считаем, что всё нормально. Ну и повторюсь, при беглом осмотре отливки вызывают достаточно приятные впечатления. Ну и опять же, всегда надо учитывать, что даже в пластике высокого давления в формах высокого давления чем больше формы используется, тем в худшее состояние у нас приходят рамки. Здесь, я уверен, это всё будет ещё быстрее. Поэтому, если, конечно, модель вам и прототип интересна, лучше брать её сразу же, не дожидаться, пока формы придут в совершенно убитое состояние. Рамочка с деталями корпуса тоже, в принципе, вполне приемлема. Повторюсь, конечно, хотелось бы, чтобы он был отлит в меньшее количество деталей, но, как минимум, расчленение сделано так, чтобы нам стыки совпадали со стыками на оригинальном бронеавтомобиле. Так, в принципе, у нас показаны здесь ручечки, показаны петельки, показаны заклёпочки. Каких-то явных недоливов на кромках я не вижу. В принципе, всё выглядит достаточно приемлемо. Кое-где выли с облой, но мы понимаем, что убрать излишек всегда проще, чем что-то наращивать. Поэтому, я думаю, что это всё будет переживаемо. Вот как раз вот эта часть, которую нам надо будет подрезать. Здесь я, кстати, не вижу вообще никаких меток. То есть, нам будет надо ориентироваться исключительно на инструкцию. Это, конечно, не очень хорошо. Изнутри выглядит всё достаточно прилично. Такое ощущение, что здесь отсутствует какая-то деталь. Я не знаю, то ли это унификация с другими наборами, то ли мне не повезло. Ну, я надеюсь, что это всё-таки унификация. Диагональные швы. Опять же, на них выведены питатели. Ну, крайне аккуратно надо будет их обрабатывать для того, чтобы ничего не испортить на внешней поверхности. Также обращу внимание на то, что у нас нет следов от толкателей. То есть, опять же, я говорю, что тут какая-то промежуточная, я так понимаю, технология. То есть, самих по себе толкателей я тут не наблюдаю. Соответственно, и проблем от них тоже никаких не ожидаем. Но, в целом, повторюсь, приемлемо. Шов, конечно, есть, облойчик небольшой. Но, я думаю, что для всех обстоятельств это вполне приемлемо. Крохотная вот такая вот отливочка из смолы с двумя верхними держателями кожухов пулемёта выглядит, в принципе, вполне неплохо, на мой взгляд. По видимости, смола была использована, потому что из пластика деталь такой сложной формы было просто не отлить. Нам, в принципе, тут стык с опалубкой совсем крохотный. Буквально лезвием аккуратненько отрежем, чуть-чуть шлифанем можно пользоваться. Поэтому, я считаю, вполне приемлемо. Рамочка травления совсем маленькая, но, опять же, наверное, всё необходимое здесь есть. Кожухи для защиты пулемёта, различные петельки, ограничители хода пулемётов вниз и так далее. Ну, по поводу травления, я думаю, что тут всё должно быть в порядке, потому что Nordstar это, в принципе, фирма, которая, если я правильно помню, начинала именно с фототравления. Здесь, в общем-то, всё ожидаемо. Ожидаемо неплохо. Поэтому по травлению тоже никаких претензий. Оно нам позволит сделать тонкими и ажурными те детали, которые в пластике сделать достаточно тонкими нельзя. Ну и последнее. Эта декаль отпечатана ростовским бегемотом. Много вариантов, как я уже говорил. Различные варианты начертания надписей на враг капитала и различные другие варианты, в том числе, как минимум, один зарубежный. Ну, опять же, выглядит более чем прилично. Вариантов много. Декаль вроде бы неплохая. Ну, я надеюсь, переведётся она тоже приемлемо. Там будет главное, конечно, выбирать такой прототип, где декаль не очень сильно заходит на заклёпки. Поскольку, естественно, заклёпочки совсем тоненькие, и декаль, положенная поверх заклёпок, может немножечко нам подубить рельеф. Но это, опять же, уже дело вкуса. Ну, а так, наверное, враг капитала будет один из самых интересных вариантов. Ну, как минимум, у нас на постсоветском пространстве. И, собственно, всё. Больше у нас в коробке ничего нет. Подведём итоги. Как обычно, достоинства и недостатки. Ну, первое достоинство – это, конечно, прототип. Вообще, насколько я понимаю, у нас любители 72-го масштаба не сильно избалованы. Тем более, отечественной техникой, тем более техникой Первой мировой войны, да ещё и в пластике. То есть, если в смоле ещё какой-то выбор есть, то в пластике всего совсем немного. И здесь, конечно, я считаю, новинка вполне ко двору. Из объективных достоинств самого набора, ну, прежде всего, деталировка, заклёпки, крепёжные элементы, различная мелочёвка, в том числе и снизу брони автомобиля. Мне кажется, вполне неплохо всё показано. Для 72-го масштаба, мне кажется, просто замечательно. Здесь, ну, всё выглядит так, как более-менее разумный компромисс между простотой и вообще возможностью сборки, и при этом достаточно подробной, достаточно аккуратной деталировкой. Поэтому деталировка вполне приличная. По комплектации тоже приятно радует рамочка с травлением, смоляные детали, которые невозможно сделать, было бы в пластике и так далее. Поэтому комплектация тоже вполне нормальная, опять же, тем более для 72-го масштаба. Ну и последнее. Это много вариантов маркировки. Действительно, у нас декаль достаточно объёмистая. Семь разных вариантов обозначений. Можно выбирать более чем достаточно. Ну, возможно, хотелось бы видеть, конечно, цветные схемы маркировки окраски со всех сторон. Может быть, какие-то экзотические варианты окраски, не только в зелёном цвете. Но как минимальный скоробочный вариант, здесь тоже всё весьма неплохо. По недостаткам. Ну, первое и основное – это, конечно же, литьё. Литьё не идеальное. Да, каких-то глобальных дефектов, серьёзных, там, как утяжины на деталях, или следы от толкателей на самых видных местах, или ещё какого-то откровенного брака нету. Но, тем не менее, понятно, что шов достаточно большой, кое-где переходящий в облой. И с учётом общей аккуратности деталей, удалять его надо будет крайне аккуратно, крайне осторожно. Ну и, опять же, из-за того, что масштаб мелкий, щели тоже надо будет оставлять самыми минимальными. Поэтому потребуется подгонка. И, конечно, чуть более чёткое литьё, чуть более с острыми краями было бы получше. Но, в принципе, тоже приемлемо. Но, к сожалению, до современного такого уровня японцев-китайцев, конечно, не дотягивает. Второе, то, что мне не очень понравилось, это то, что необходимо нам будет подрезать деталь. Причём на самой детали даже какой-то меточки-фасочки нету, как её подрезать. То есть, буквально на глаз и с посмотрим в инструкцию. Мне кажется, это тоже не очень хорошо, не очень удобно. Хотелось бы получать детали в наборе, которые мы сразу начинаем собирать, а не дополнительно ещё как-то перерезаем, разрезаем и что-то ещё с ними такое делаем. Подводя общий итог, что можно сказать? Мне кажется, если вам хотя бы минимально интересна тематика бронетехники в Первой мировой войне в 72-м масштабе, то брать надо однозначно, поскольку выбор не такой уж большой. И тем более для коллекции отечественной бронетехники тоже, как прототип, мне кажется, машина более чем интересная. Соответственно, если вы понимаете, зачем вы её берёте, если вам прототип нужен, то ничего криминального, ничего супер такого сложного я здесь не увидел. Всё вполне на нормальном уровне. Единственное, что, конечно, новичкам я не советую, поскольку деталей достаточно много, обработка потребуется достаточно сложная, да и цена этого набора, скорее всего, тоже будет немаленькая. Поэтому, если вы только думаете о том, чтобы собрать первую модель или первую модель в 72-м масштабе, ну, лучше я бы, наверное, даже куда-нибудь в сторону звезды или ревела посмотрел. Но если вы понимаете, зачем вам нужен данный прототип, если у вас опыт уже хотя бы минимальный есть, то я думаю, что вполне можно брать. Во всяком случае, у меня какого-то острого антагонизма данная модель не вызвала, показалась вполне себе приличной. Ну, как минимум, с учётом деталей масштаба и с учётом технологии, которая здесь была применена. В общем-то, на этом и всё. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Armormaster. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok